Девушки отдыхают 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 идут к кассе. И когда мы шли к кассе, я сказал, мама, мы взяли 10 порошков. Ты прийти, если я сейчас 5 съем, мы только за 5 заплаким, и начал есть. Мама начала меня избивать прямо при всем этом кафе. С криком, я тут вора воспитала, я такого урода родила и так дальше. И я лет, наверное, до 25-30 просто обожал эту историю рассказывать, потому что мне очень надо было, чтобы меня пожалели, потому что я себя очень жалел, как мать могла так поступить с маленьким ребенком, я же хотел как лучше, и бла-бла-бла. Вот когда я встал на путь исправления, когда я стал жить по этим правилам, я-то помню, ведь я даже вам рассказываю, я имею в виду склероза, меня это не цепляет, у меня нет на маму обиды, понимаете, в чем дело. Вот это огромная разница между тем, когда вы чего-то, какие-то эмоции испытываете, когда вы как бы головой помните, но вас это никаким образом не тревожит. Это не порождает у вас негативных эмоций вообще. Я, конечно, с пониманием отношусь к маме, она реально боялась, что вора вырастила. Я долгие годы по данному налоге не платил, она была права в чем-то. И я вам хочу сказать, что когда у тебя другая психика, ты помнишь, что с тобой было, ты не с клерозом, но тебя это вообще никак не волнует. У тебя это не вызывает никаких эмоций вообще. Вообще, когда человек счастлив, и у него все хорошо. Когда он не счастлив, помните, был такой знаменитый фильм с Янковским, он влюблен по собственному желанию. Когда он устроил эти мистерии, когда вы уроды, вам нельзя рожать этих уродов в кофе, и так далее. Почему? Мужика не было. Как только мужик появился, родители уже стали хорошими. Вот так наша психика устроена. Как поднять самооценку, и как полюбить себя? Посмотрите, Полина, спасибо вам за вопрос. Поднять самооценку, это очень конкретные вещи. Очень конкретные. Например, вы едете в автобусе. В автобусе, кроме вас, еще куча народа, есть одно свободное место. Вы устали, хотите сидеть. Вы сели, и перед вами нарисовалась пожилая женщина. Теперь внимание. Вы не хотите вставать, но вам неудобно перед автобусом, и вас не так воспитали. Вы встаете из-за чувства вины, а не потому, что вы хотите уступить место. Здесь, как в случае, встречать ребенка не встречать. Хотите встать, вставайте. Не хотите, сидите. Но вы же сгорите от стыда синие, потому что вы смотрите глазами всего автобуса на себя с ненавистью, и вы себя ненавидите за то, что... Как бы... Ну, как бы вот их мнение разделяете. Что вы просто конченая сука, и она сейчас умрет, женщина перед вами, а вы, молодая, сами пока не сдохнете, так и будете сидеть. И вам так страшно из-за этого, что вы встаете. Вот это называется очень низкой самооценкой неливой к себе. Или вы встречаетесь с парнем, который, в принципе, вас не то, что с родителями не знакомит, он вообще старается с вами ночью встречаться, замерзаться сексом и уедет. Он даже не кормит. Я не говорю, что он вас даже в кино не приглашает. И вы в него влюблены. Значит, это неливой к себе. Почему? А вам это не нравится, он его молчит и боится, что он соскочен. Вот эти ситуации все, это когда у человека низкая самооценка, он себя не любит. Теперь, как ведут себя люди, у которых высокая самооценка, и они себя любят? Старушка ведь не глухая, не немая. Хочет сесть, может от хаброта попросить. Конечно, вы ее уступите. Но не нужно бежать впереди паровода. С вами мама, садитесь, а то вы сейчас помрете. А потому что, если она хочет, она может сама об этом попросить. А с ней тоже ничего не случится. Она не то, что такая, маленькая, но гордая. Она почему-то считает, что ее все должны, поэтому молчи. Скакли весь, собственно, автобус. Второе. Вы любите этого парня, это ваш выбор. Но вам не нравится, как он себя поступает с вами? Скажите ему об этом. Один раз. Если ничем не изменится, найдите себе другого. Но для этого нужно не бояться остаться одной и не бояться его потерять. Вот из этого состоит любовь к себе. Я понятно объясняю? Вот из таких конкретных проявлений состоит любовь к себе и высокой самооценошенной отношения, что все, что вы пытаетесь сделать для родителей, и чувство вины. Как перестать расстраиваться с новостей, то самолет упадет. Ну, это я люблю такие вещи. То детей из окна выбрасывает, кто объявляет угрозу тараха. Как перестать бояться себя, близких детей. Спасибо, Ксения. Ксения, вот у меня есть дочь, которая тоже решил в свое время присесть на уши и поговорить, как хреново жить в России, какие проблемы у нас там с Путиным, с войной и так дальше. А что дочь сказала, папа, ну если ты живешь, то ты же расслабься. Или поменяй страну, так же тяжело жить и одновременно чувствовать, как тебе плохо и продолжать жить. Это тоже ведь невроз. И меня отпустило. Значит, что я вам хочу сказать. Новости вас не расстраивают. Вы их ищите. Вы специально засовываете свои глаза в интернет и специально их читаете, чтобы сказать, черт как я расстроена, да? А в чем полез спрашивается? А зачем лезут в Джон и смотреть телефоны своих мужей? Вы думаете, они случайны, чтобы их видят? Дерьма не хватает жизни. Ну, пожалуйста. И тут же начинают скандалы, выяснение отношений, как-то мог скотина так со мной поступить, но телефон не лежал, чтобы его смотрели. Люди специально ищут негативные эмоции, чтобы на них заморочиться. Дорогая Ксения, проблема не в новостях. Самолеты падают, дети из окна выбрасываются. Это реальность. Вообще, чтобы вы знали, в дикой природе выживает только 20% животных. Человек на этом фоне очень живучее существо, гораздо больше выживает. Поэтому, то, что вы сами себя насилуете, как вам кажется, и смотрите новости, вы почему-то забываете. Вы же едите по улице, а на улице плакаты, а на них выброшенные дети, и кто еще и убитые какие-то самолеты. Такого же нету. Выйдите на улицу, там этого ничего не показывают. Вы даже можете телевизор не смотреть с новостями. Это же ваш выбор. Но вы это смотрите именно потому, что вот то, о чем я говорил по поводу прокрастинации, это убирает утреннее напряжение. Вы из себя переходите в этих детей из самолета, и вас отпускает, вам становится легче. То есть, вы размещаете в ком-то или в чем-то вашу тревогу и страх. А если следует шести правилам, то это правильно. Да. Как научиться любить себя и брать одном из неполноценностей, Карина? Делать то, что хочется, Карина, и себя полюбить. Как избавиться от ожиданий в отношении других людей, что они между собой должны? Вы знаете, это такая позиция, мне кажется, немножко обиженного человека, потому что ожидание, фишка этого ожидания, потому что вы сегодня ничего не получите. Поэтому здесь возникает как у следователей вопрос, вот чем история закончилась, видимо, это и была мотивация. Надо искать, так сказать, когда люди думают, ради чего все закивается, а вот что в конце было, ради этого и закивалось. Так вот, когда вы ожидаете от людей, понимая, что они вам этого не дадут, в голову приходит только одно. Ваша задача была не ожидать от людей, а через ожидание обидеться на них, что они вам ничего не принесли из того, что вы ожидали. У нас время, кстати, уже подходит к концу, я хочу сказать. Тогда он начинает верчить по очень конкретному поводу. Неотвеченные письма, непрощенные договора, недоделанная работа. Как ни странно, ему от этого лучше, потому что все его тревоги, они находятся в очень, они размещены в очень конкретной ситуации. Это гораздо лучше, чем внутреннее напряжение при неясной ситуации, когда нету ни писем, ни работы, а вот что-то такое свергнет прямо с утра. Поэтому невротики обычно продаволики и обычно много работают, чтобы забить объемом работы вот это внутреннее состояние. Я если кто-то предложил плюнуть, вот она беспокоилась, скажем, вы что, как плюнуть-то? А кто делает, все это будет? Кто читать будет? Кто читать будет, конечно. Именно неспособность, неспособность, как сказать, отпустить, это сказать, по-русски, ситуация заставляет человека волноваться. Я приведу очень простой пример. Значит, у меня есть компания, у нас очень хорошая, на плане из них алкоголики. Тем не менее, пошли мы в ресторан, и один из нас забыл телефон дома. Ну, забыл, забыл, да? Ну, поднимите руки, кто выходил на улицу без телефона. Никто же не умер, правильно? Ну, посидели, я согласен. Ну, и все. Кого-то скорую вызвали. У кого-то приступ случился, что никто не умер. И мы заходим, он так шарит по карманам, он понимает, что телефона нет. Он говорит, ребят, я сейчас на телефонном съезжу, а время воскресенья мы на выставку ходили, потом пришли поесть. Я как психолог говорю, Димон, сиди спокойно, мы сейчас два часа поедим, то свой телефон получше. А он алкоголик. Алкоголики очень, очень тревожные люди, еще и мнигленные. И это сочетание что ему надо вдруг что-то звонок как в воскресенье. Вот рядом жена сидит и вообще ни о ком не беспокоится, животных в доме нет. И работа есть. Это выходной день. И вот так виноваты, как знаете, когда человек понимает, что он больной, но ничего сделать не может. Говорит, ну не, я не смогу есть. Да я сейчас быстро. Я говорю, ты че, ебил что ли? Сядь, ты же когда приедешь, мы уже уйдем отсюда. Говорит, да я быстро. Я понимаю, ехать за телефоном. У него реально едет крыша. Это, это патология. То есть эта история не о том, что он прямо без телефона не может жить, а о том, что ему плохо. Он есть не будет, у него стресс огромный, потому что нет телефона и за счет его мнительности и тревожности он очень беспокоится. И он за ним поехал. Естественно, дебил приехал, все уже поели. Но он приехал с счастливым лицом. Так сжимал прямо в ручи, как ребенок телефон свой. Ну вы поверили, ну ладно, я так посижу с вами. Вот все, что надо было, он в этой жизни сделал. Я это не имел в виду. Я просто рассказываю сам механизм. Конечно, отпусти. А вы попробуйте. Ну деньги потеряете. Но, как правильно считают люди, кому надо, вас найдут. Если вы кому-то не ответили, а у вас была необходимость, они еще раз напишут. Я вас не ответил. У меня, я тоже все это проходил. Я волновался, я с утра вот здесь замечательный журналист находится. Маша, вы, наверное, многие знали. Знаете, она жива до сих пор. Когда мы с Машей познакомились несколько лет назад, Маша, правда, говорит, что у меня своя версия на эту тему, но пусть у каждой будет своя. Я приезжал просто отдыхать, а мы работали, я сейчас работаю в лектории. И Маша решила взять у Викторию интервью, московскую Викторию. Она говорит, Михаил, хочу спросить вас про отношения к Украине. Это вот пошли провокации. Маша же в Риге живет и пофигу, а не возвращаться. Я не хочу на эту тему разговаривать. Я говорю, Маша, а почему вас интересует Украина? Говорит, Михаил, ну как, от кого-то она не интересует. Я говорю, ну конечно, сказал я, Маша, только не вроде интересуется политикой. Знаете, такие очень нервные люди с утра встают и сразу бегут к интервенту и смотрят, кто умер, или война может началась. Говорят, здорово, люди, вообще пофиг за эту политику. И интервью не получилось. Я знаю, что Маша читает, что все было по-другому, но я трактую как я это. Так вот, всегда, когда человек переживает из-за чего-то, ему необходимо держать руку на пульсе, ему необходимо контролировать ситуацию. Есть такой анекдот, Рабинович, вы все время ходите по камере. Вы думаете, если вы мониторите ситуацию, у вас есть ощущение спокойствия, да? На самом деле это не решает проблему. Реально проблему, но это тоже так не дает результат, если вы просто не будете делать, главное изменить тревогу. Вот если вы будете жить по этим правилам, о которых я сухачей легкой руки рассказал, то уйдет сама тревога, сама проектированная причина. Вот я вот я работаю и не могу сказать много или мало, я стал замечать, что я просто с возрастом я просто очень хорошо выгляжу, а лекции мне не так много, то есть не так мало. Я стал уставать. Вот, например, какая графика, да? Я позже-позже вчера читал лекцию из Питера, прочитал, лекции в Пайк проснулся, все, нахуй, лекции в Москву, грабили, в Человек на Сверху, в Человек в Пайк в Пайк в Пайк в Пайк в Пайк и на Сверху, взрослза в Пайк в Пайк в Пайк тренировка Субтитры создавал DimaTorzok